Чужой беды не бывает. Для социальных работников это не просто слова, а практически смысл жизни. Они со всей душой идут навстречу другим, кому плохо, кому трудно, кто не может обойтись без посторонней помощи. И подставляют свое плечо, протягивают руку, находят добрые и утешающие слова. Это люди с такой доброй душой, с добрым сердцем, с чутким пониманием. Ведь социальные работники это те, которые приходят на помощь в трудную минуту, у которых, как говорят, безвыходное положение. И поэтому, а там такие женщины, да, вот такие добрые они. Мы это раз проводили опрос, да, вот по социальным работникам, как они ходят, как обслуживают. Вы понимаете, все вот обслуживаемые, все говорят, что отличные социальные работники, что они им очень хорошо помогают и все делают, очень отзывчивые. А это в наше время золотого стоит, чтобы были с такой доброй душой и с добрым сердцем. В общем-то, в наше такое жесткое время, маленечко, иногда доброты не хватает. А здесь вот она есть. Вот им, конечно, большое спасибо, всем им огромного здоровья, семейного счастья, благополучия. Вот чтобы побольше у нас было вот таких добрых людей. Во Дворце творчества детей и молодежи собрались представители этой нелегкой профессии, чтобы одной большой семьей отметить свой профессиональный праздник. В нашем районе пять социальных учреждений, в которых трудится более 370 специалистов. Их деятельность связана с огромной ответственностью, потому что именно от их добросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей во многом зависит порой жизнь их подопечных. Они ежегодно окружают вниманием пожилых людей, инвалидов, детей, всех тех, кто особенно нуждается в социальной защите и помощи государства. Этот профессиональный праздник объединяет тех, кто по долгу службы и по велению сердца ежедневно приходит на помощь всем нуждающимся, дарит тепло и заботу. И в свой профессиональный праздник лучшие из них были отмечены грамотами, благодарственными письмами и дипломами. За плодотворную работу, успехи, достигнутые в сфере социального обслуживания населения Республики Татарстан, почетную грамоту Министерства труда, занятости и социальной защиты получила и Светлана Коншина, которая посвятила социальной сфере уже более 10 лет. Примечательно то, что устраиваясь на работу в Центр социального обслуживания населения, она и не думала, что задержится в этом учреждении надолго. Но оказалось, что Светлана нашла свое призвание в жизни именно здесь. В нашей работе случайных людей не бывает. Случайно люди у нас быстро приходят, быстро увольняются. Наверное, мы все работаем здесь не за зарплату. Никому не секрет, какая зарплата у социальных работников, наверное, по призванию души. Я люблю работать с людьми. Может быть, это будет высокопарно сказано, но помогать людям, чем можем, скажем так. То есть все-таки это зависит от личностных качеств человека. То есть если человек любит людей, любит с ними работать, он задержится на нашей работе. За долгие годы работы Светлане Коншиной приходилось преодолевать немало трудностей. Но все это забывается, говорит она, когда видишь счастливые и благодарные глаза подопечных. Хочется от всей души поздравить всех, и новеньких, и стареньких, скажем так, кто работает давно и вновь пришедших. Конечно, говорят, что терпения не желают, но в нашей работе, я думаю, это не помешает. Оставаться всегда людьми. Я всегда желаю придерживаться, вот мой жизненный принцип, относиться к человеку так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Я желаю всем счастья, здоровья, семейного благополучия. Всего самого доброго.